всем привет здравствуйте вы на канале 13 порций мы выжившие с ладиком сегодня добрый день кушаем накладывая он не привыкся вдвоем быть привык народу когда много мы сегодня с ладиком кушаем пельмени и салат у нас помидорчики огурчики перец кукуруза помидоры огурцы перец кукуруза и авокадо у меня еще два было как раз сделали этот салат с авокадо пьем чай владик сильно со сладким пьет три ложечки и у него лимон а у меня часть лимона и скушаем со сметаной пельмени всем приятного аппетита кто сегодня кушает с нами кто просто пришел к нам в гости пообщаться знаете прям такая радость у нас на улице весна весной я так боюсь это спугнуть ощущение вот прям весна весной вчера были вечером с иваном ходили уже в 9 часов ходили до бабушки с дедушкой ну тут вот через забор и они говорят вот надоели эти холода и я сразу вспоминаю как мы жили в буряти как там вот этот вот как я в том мог банке говорила вот этот мороз который видно даже им сравнить не с чего потому что когда я съездила комсомольск я очень любила зиму съездила в комсомольск в декабре месяце с ребятишками с маленькими я больше этого я передвигалась только на такси я даже скрывала от я останавливалась у мамы с папой у свекрови со свекром и мне говорю на глади раз на почту пройти совсем близко и я вызвала такси даже постеснялась им говорить потому что было настолько холодно а я до этого как раз сильно переболела я так боялась что я заболею опять у меня с легкими проблемы я заказывала такси один раз на каток повез нас дедушка снежана она ой маме так хочу зиму так хочу зиму и мы поехал повез нас дедушка на каток мы вышли я еще позвонила своей сестре родной племянница взяла племянчатого внука и они приехали тоже они-то местные а мы-то уже нет и мы такие раз я говорю девочки я да мы домой мы домой мы не сможем быть на катке здесь они там на горках катаются отдыхают мы не смогли уже когда в тепле поживешь уже все я же говорю таксист готовы не слишком тепло оделись здесь а мы вообще тепло не были одет ну сейчас ладик прибежал только что красят папа на обед приезжал покушал уехал снежана максим прибежал со школы поел сейчас дедушка их привезет с музыкальной школы снежана поедет еще на акробатику ну остальные уже тоже покушали кто где кто что а мы с ладиком остались вдвоем он только пришел еще не успел покушать и я еще не обедала и приехал весь в эмоциях сейчас хочу начал рассказать не рассказывать кушать сядем расскажешь сметану не вложил где ты сегодня тоже почему же сметанка мать и был я как этот как они меня повеску дали я ее в машине оставил не спрашивает поиска твоя где я забыл что она в машине я такой блин а мне не давали он такая как не давали а ты с чем пришел с паспортом приписным так сказать прийти и все я прихожу она горит ну выписывать ему новую повязку и новый опрос и такой но просто люди уже проходил у нас в деле нету поэтому давай заново вообще не меня там замучили потом и мы ждали очередь его там человек 80 а то и 90 просто наверно так просто в коридоре скучник мальчишек да чисто парней в два кабинета учить одни те кто прошел первый кабинет второй кабинет начальнику отдела разговаривать другие в 15 конечно дело забрать типа и подписать это все и в общем мы сидели сначала стояли к месту остались мы сидели потом опять сидели потом я зашел кабинет а он за это сидели я была с ним там один раз там сидеть то особо негде там вот лавочек 1 возле этой двери 1 с этой двери и все и одна на входе больше нету там сидеть нет и получается зашли все подписали он мне говорит вот тебе повестка новая а потом я уже старую повестку нашел в машине думаю уже по старой повестке поймем в общем заканчивает учиться готовят к армии его но я не хочу летом уйти еще осенью пойти хочет не хочет хочет это он маме может дома да он до сих пор понять не может что он уже взрослый хочет не хочет я с детьми как раз вот ехала когда мы ехали в на дальний восток и мы зашли у нас было выкуплено купе но одну одна койка была не наша это мы на обратной дороге уже все выкупили в пласт карте мы ехали до вот это полностью наша была и вот загнали призывников ой сколько весь вагон вот они рассказывали зашли все сначала чистенькие они до этого уже где-то были а потом все у кого деньги есть у кого нету то есть я вот тоже посмотрела что деньги вот они даже они до этого двое суток или где-то на призывном продержали вот сейчас они в поезде едут и вот парни которые аккуратные чистюли нашли в каком-то вагоне душ ну понятно им цену большую сказали они сложились пошли в душ мыться и вот тоже сначала все зашли братья все братья чуть-чуть время прошло каждый начал проявлять свой характер каждый уже начал показывать себя все смотрю у них раздор начался в один момент даже мне пришлось смешаться я кормила там в один момент даже мне пришлось смешаться один все съел у всех один не аккуратный в общем тяжело тяжело я представляю как они потом приехали как если они тут вот уже они получается третий день вместе и уже у них раздор начался но у нас парнишка на боковушке тут был чистоплотненький такое военную форму снял белье белая снял переодел чтоб не пачкать прям форму снял где-то в белом вот в этом белье наоборот ходил чтобы форму не пачкать дом оделся весь такой чистенький помылся молодец такой носочки сразу снял чтобы не завоняли да мы их мамки дома балуем мы когда владел взрослый при нем можно об этом разговаривать когда мы жили бурятик нам приходили специалисты сапики я очень сильно уважаю хорошие такие знают свое дело четко знают дело без предупреждения приезжали всегда но они это разговаривать со мной всегда говорили чтобы дети сами за собой стирали нижнее белье руками в общем в моей практике подходов пять было именно к нему даже нет я лучше постираю я так размышляю что ну вот мы же с братом жили но он же этого не делал то есть мы стирали все у меня брат очень чистоплотный чересчур все стирали на машинке потом он ухаживал за своими вещами ну вот они побуждали прям чтоб парни привыкали думаю что у мамок дома идите делают на то дело когда вообще не хотят ничего делать лежат на диване так что вот вы прошли чуть дальше получается мне в конце говорит а поездку новую получай в новую повестку мне сказал все вылетели туда надо я пошел к какому-то 17 или 18 кабинету там сидит начальник отдела и он должен был с нами беседовать ну короче мы сидим ждем а мне кажется его не возьмут в армию он же легкий у него не хватка веса у него ножка вот такая почему ты тоже не обязательно же тебя в такие войска ну и чё дальше говорит не очень мы сидим он выходит такой и такой ладно все у них обед видать начнемся там уже час дня почти он такой ладно ведь и тяните по домам говорит в повестком прийти еще пообщаемся и все мы по домам поехали так а какие анализы сегодня проходили никакие анализы просто вот обследование было там дел а дело под и нет и мне сказал когда зашел что ты был на обследование слова обследование это значит человек пришел в поликлинику дали обследование наоборот дали обследование я сказал что медицинская да да очень кучу много так прям такая вот стопка где-то там каждая каждая я у него спросил как чего он говорит некоторые говорит на руки выдать написано некоторые говорит просто приходят к нам и приходишь определенное число с повесткой и говорит там как он сказал забираешь у нас в мед кабинете и идешь уже да и с этим идешь и мы тоже убрать тебе или не хочу говорят же если веса не хватает не должны взять он любит 68 нормально ты 68 ты 60 до прям да да ну 35 но откуда 68 ну 68 то нормально но в откуда вам не да точно длинный просто ну стоять то вообще будет вот так просто придешь сплошняком там сотрудники или проходили так между нами вот мы завтра также с костей будем стоять как в армию завтра костя поступает в больницу и мы также будем стоять только на улице на улице держит там правда с этого в общем сделан как навесик и там люди стоят на бетонном полу мы в тот раз у нас ульяна ложилась в ноябре мы простояли примерно с 9 утра где-то до часу я не помню уже ну может до 12 до 12 наверно холодно там сквозняк такой тоже как в армию они сегодня еще 2005 год уже позвали этим там по 17 лет уже их на медкомиссию то есть с вами прощаются их вместо нас да их вместо вас да ну понятно что 2001 то есть кто учится это понятно что мало таких столько лет но есть единицы 20 лет интересно в 20 лет заперут а когда призыв будет вообще летний или осенний ну если повестка придет семнадцатого числа поеду марта получается с анализами уже все сделаны если по анализам все нормально то летний призыв ну если хватит места на летний призыв то есть они еще по местам смотрят хватит хватит а это а летом когда не знаешь он там уже определённо дают билет уже но все у меня определенные месяца есть да вот мне не говорили когда ну я спрашивал он говорит мне летний или осенний все он так сказал он не сказал месяца вот что-то саша я говорю он все лет ждал я говорю ты же летом хотел пойти мне взяли мне до осени только в октябре еще за 12 меня призвали он говорит приехал военкомат все мне дают покупаешь билет и едешь в Краснодар все в Краснодар приезжай а там уже ждем и то говорит там тоже сколько дней четыре мы проваляли на одной койке втроем да сейчас удобно карточки вот мальчишки ехали главное чтоб у вас телефоны а телефоны надо кстати все мальчишки в поездах ехали у всех были такие телефоны они их прятали такие кнопочные старенькие такие потому что по моему телефоны забирают они же мне тогда подробно рассказывали я забыла по моему телефоны забирают и вот кто что спрятал чтобы не видел главный который с ними ехал да точно кнопочные кнопочные даже забираешь все все забирают телефоны ну там по моему какие то еще разрешены надо узнавать будет там прям в военкомате висит так то удобно вот поехали денег с собой налички нет ну карточку дай с собой уже можно будет поддержать там как бы разрешено даже какие то телефоны там низкомодели они такие да там прям в военкомате висит плакат ааа да конечно мммм ну хорошо я ж так удивился думаю что ничего не порядка как бы такую деревяшку обычную берешь с собой ничего страшного так салата я не попробовала вкусного твоей похвей попробуй ну я так салата начала ааа с редких закусок так что у нас подготовка за подготовкой мероприятие за мероприятием кто-то недавно написал я так помню могу просто ошибиться не буду говорить имя фамилия сколько тортов диетологи в шоке я тоже у нас только по праздникам так вы на нас посмотрите вы даже видите не все еще у нас человек то сколько каждый день какой то праздник то горе то проводы то праздник не горе нет то проводы то праздник мы сели покушать просто на ужин всей семьей вместе с бабушкой и дедушкой как на свадьбу ух 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 кукуруза огурец огурец не было помыли бы и меня в этих в комментариях написали кукурузу не надо вы знаете наоборот мне вот наоборот под понравилось сочетание то есть я не по какому рецепту это не делала а просто взяла намешала и ваня маленький сидел вечером вот тут доедал он ананасы вы убирал в сторону съел всю кукурузу огурчик и креветки которые ему попадались тут уже чуть-чуть на столе стояла уже остатки и в конце вечера еще уже ананасы владик доел кто-нибудь будет он выкидывать собрался ты что делать собираешься он съем а я говорю ну кушай кушать ваня выскрип все уже остатки владик доел у нас семье съедается все но уже чуть не съедается мы собачкам отдаем нет у нас много отходов на самом деле бывает хорошо поели так что я думаю не только в нашей семье начались эти проблемы с армией ну вот у нас они в двадцать лет ну и хорошо нет вообще там у меня дело лежало еще с девятнадцатого года то есть они просто радиода ну конечно твое дело переходит за тобой везде куда бы ты поехал дело идет за тобой ты на поезде а ну за тобой пешком но пересылают ты чё запросы делают но сказал там при тебе восемнадцать лет будут те все наелась я прям переел спасибо вам большое спасибо тем приятного аппетита тем кто кушал с нами спасибо что были с нами послушал и я с вами послушал он забежал с техникума и давай рассказывать а мне надо срочно у меня иван прибежал на обед не могла его срочно покормить его давай мы с тобой сейчас будем кушать мы с тобой вдвоем остались и все расскажешь вот я вместе принципе с вами хоть он успел конечно я ему говорю подожди а он все равно но что-то я послушала с вами первый раз поэтому до скорой встречи спасибо что были с нами спасибо за счет встречи пока